Как жизнь, ребята, с вами Бенни. Как говорил Александр Солженицын, система, основанная на лжи, рано или поздно разрушится сама, и мы наблюдаем за этим крушением основанной на лжи Украины, а также ее плюгавого лидера в спортивном костюме Волан-де-Морта Зеленского. Одно из самых худших и мерзких личностей из тех, кто когда-либо появлялся на международной сцене, абсолютный идиот, который требует, чтобы Америка платила деньгами и кровью за его дебильные приграничные разногласия. Я уже устал быть вежливым. Американская граница важнее украинской границы. Точка. Это у тебя война, вот ты в ней и сражайся. Как же я его ненавижу. И вот, наконец-то, журнал «Тайм» по сути скинул ядерную бомбу на этого Зеленского во имя добра и справедливости. Это уничтожающая Зеленского статья только что вышла в одном из этих солидных журналов, которые читает американская элита. Журнал «Тайм». Никто ведь уже больше не читает журнал «Тайм». Но люди, люди во властных кабинетах все еще обращают внимание на такое, так что это важно. Зеленский опоздал. На его речь в Национальном архиве Вашингтона было приглашено несколько сотен человек, включая лидеров фракций и высших чиновников администрации Байдена. Эта речь была главной причиной его приезда. Она должна была помочь ему вдохновить США на поддержку. В этот день Зеленский опоздал почти на час. Когда он приехал, он выглядел отстраненно и неуверенно. Его речь выглядела рваной, и он хотел поскорее ее закончить. И прямо в момент раздачи медалей он попросил организаторов поторопиться. Похоже, его спиды перестали действовать. Похоже на то. На этом статья в журнале Тайм не заканчивается. Вот обложка журнала Тайм. Никто не верит в победу так, как я. Никто. Ну да, что ж. Кокаин — штука сильная. Итак, это основные положения этой абсолютно и полностью негативной для режима статьи. Вот, гляньте. Советник украинского президента, когда разговор зашел о коррупции на Украине, сказал, что люди воруют как не в себе. 59% американцев не хотят, чтобы Конгресс поставлял больше оружия в Киев. В июне их было 35, так что пропаганда у нас не особо работает. Юго-восточная часть Украины, где население в основном русскоязычное, все еще под контролем России. Они не смогли ничего отбить. У нас есть даже карта, вот, посмотрите. Перенесемся сюда на мгновение. Это карта из Нью-Йорк Таймс. Вот область, куда русские вошли, захватили и удерживают. А вот что отбили украинцы, и за что мы заплатили миллиарды и миллиарды, сотни миллиардов долларов. Вот, посмотрите. На эти голубые пятнышки на карте. На них даже куриная лапка не поместится. Вот, гляньте. Вот. Вот. Вот за что мы сражались. Вот. Увидели? Вот еще. Вот вам и все, хваленое украинское контрнаступление. Что ж, давайте продолжим. Близкий советник Зеленского говорит, что тот обманывает сам себя, что мы не выигрываем, но попробуйте сказать ему об этом, господи боже. Нехватка солдат на Украине еще больше, чем дефицит оружия и боеприпасов. Сотрудники военкомата вытаскивают мужчин из поездов и автобусов и отправляют их в мясорубку на фронте. Количество смертей с обеих сторон конфликта уже давно перевалило за 100 тысяч, что вынуждает повышать возраст призыва украинского солдата до 43 лет. Боже мой. Несмотря на увольнение Зеленским множества офицеров и министра обороны, коррупция остается широкомасштабной. Зеленский обеспокоен, что фокус союзников Украины в США и в Европе, фокус СМИ, сместился на Израиль, Палестину и сектор газа. Почему это журнал «Тайм» и корпоративные СМИ стали отворачиваться от Украины и Зеленского? Ну, дамы и господа, потому что им приказали. Украина им больше не интересна, нам нужна новая тема, та уже закончилась. Мы бы не искали новую тему, но мы должны, ибо та уже закончилась. А нам нужно, чтобы финансирование продолжалось, чтобы система по отмыванию денег работала. И мы уже видели это, мы уже говорили об этом на нашем шоу, вот как все происходит. Деньги идут напрямую к членам Конгресса США. Как именно? Члены Конгресса уходят на пенсию, либо их сотрудники уходят в лоббисты и в качестве лоббистов получают внушительные суммы из украинских фондов. Это обычное отмывание денег. Деньги законный, он не законный, но законный способ отмывания денег прямо из казны США, прямо членам Конгресса. Это отвратительно. Согласно статье в журнале Тайм, Зеленский считает, что его западные союзники его предали. Отлично, этот чувак подонок. Его вера в полную победу Украины над Россией беспокоит некоторых его советников. Она граничит смессианством, вы только гляньте, кто об этом говорит. Он обманывает сам себя, говорит его близкий советник. Невменяемые прозападники, которые саботировали мирные переговоры и убедили Зеленского в его победе, теперь предали Украину. Украина с самого начала должна была выступать за переговоры. А теперь они не получат ни копейки. У Конгресса больше нет денег. Как сказал Байрон Дональд, у Конгресса нет денег для Украины. И Украину это сводит с ума. Сводит с ума. Они потратили 100 миллиардов, и никто не требовал отчета, никто не проверял. Я не буду этому потворствовать, я не отдам свой голос за отправку еще денег на Украину, говорит Рэнд Пол. Он сказал, хватит, и палата сказала, хватит. Все, хватит. И, конечно же, Джо Байден и его семья богатеют на этом. Джо Байден уж точно знает, как делать миллионы на украинской коррупции. Для Джо Байдена Украина была штабом коррупции. И наша, состоящая из аппаратчиков, как газета «Правда», пресса, не смогла сложить 2 плюс 2, не смогла увидеть очевидного. Джо Байдена спросили про снижение финансирования Украины, и он ответил, есть и другие способы ее финансирования. Но не будем об этом сейчас. У него есть еще козыри в рукаве, чтобы и дальше продолжать эту успешную войну. Только посмотрите, насколько успешна идет война. Красная захвачена Россией, голубая — это отбитая Украина. И увидели? Мир отворачивается от Зеленского. Заголовок. Людям надоело вечное требование денег. Да. И это потому, что американские налогоплательщики видят на своих телеэкранах вот такие ролики из 60 минут, где говорится, что Америка дает деньги не только на войну. Деньги идут еще и местным ремесленникам и фермерам. Какого хера? Деньги идут не только на оружие. Правительство США также закупает семена и удобрения для украинских фермеров. США также платят дайверам, ищущим неразорвавшиеся снаряды в местных реках, а также платят зарплаты 57 тысячам работникам срочных служб. Мы также узнали, что в качестве поддержки правительство США субсидирует малые бизнесы. А, вот как. А вы уже получили чек? А вам как малому бизнесу? Скостят налоги? Очевидно, что нет. Но вот этому гоблину, этому проходимцу, похожему на владельца грязного стрип-бара в городских трущобах, этот человек понимает, что его дни сочтены. Он знает это. Знает. Западные союзники отвернулись от Зеленского, вот поэтому мы видим такие фотки из НАТО. Когда все скинулись тебе деньгами, но тебе все равно надрали задницу, так что они больше не пускают тебя в свой клуб. Это картинка краше тысячи слов. Кстати, у Зеленского не было тысячи слов. На недавней пресс-конференции Зеленский выглядел потрясенным. В Соединенных Штатах в этом году я был в Вашингтоне и встречался с президентом Байденом. И я услышал о стопроцентной поддержке Белого дома. Ну да, конечно. Ведь у тебя есть пленки. Есть компрома. Полной поддержки Конгресса. И я считаю, что это важно. Что, конечно же... Конечно, сейчас у США тяжелый предвыборный период. Раздаются разные голоса. Некоторые из них очень странные. Хорошо, дружище. Говорю вам, был только один голос, который с самого первого дня был прав насчет Зеленского. Только один. И это причина, почему они его пытаются заткнуть. Такер Карлсон, давай, дружище. Это тот парень, который пригвоздил, пригвоздил эту крысу к полу. Еще когда впервые увидел ее. Послушаем Такера. СМИ, Конгресс, Белый дом. Всех их очаровал этот странный паренек по имени Сэм Бэнкман Фрид. Помните? Просто вспомнилось. Сегодня, когда президент Украины прибыл в Белый дом, одетый как менеджер стрип-клуба и начал требовать деньги. Поразительно, но его не выгнали. Вместо этого они ублажали каждый его каприз. Американские налогоплательщики, заявил Джо Байден, продолжат предоставлять Зеленскому все, что он требует, так долго, как будет нужно. Байден так и не уточнен, для чего потребуется, так долго, как нужно, чтобы что? Отбросить российскую армию назад границам до вторжения? Звучит разумно. Это то, что большинство американцев предполагает. Но это не то, чего Зеленский добивается, и не то, о чем он просит. Зеленский требует смены режима в России, как было в Ираке и Ливии, и в целом ряде других стран, только теперь речь о самом сердце евразийского континента, по соседству со всем цивилизованным миром. Это то, к чему Зеленский призывал неоднократно, и каждый доллар, который мы ему посылаем, идет на эту цель. Сейчас он все ближе к ее достижению. Что же произойдет, если он, цитата, выиграет? Какой хаос за этим последует? Думали об этом? Кто обеспечит безопасность первого в мире ядерного арсенала после свержения российского правительства? Кто заменит Путина? Странно, но об этом сегодня речи не шло. Суть визита не в том, чтобы сделать мир более стабильным или принять мудрые решения, а тем более помочь Америке, это всегда в конце списка. Цель — вручать украинскому менеджеру стрип-клуба еще миллиарды долларов из нашей разваливающейся экономики. Трудно и, пожалуй, даже невозможно представить более унизительный сценарий для величайшей страны на Земле. И мы бы с удовольствием обвинили Джо Байдена, но не можем, ведь вина не только в нем. Это был двухпартийный мазохизм. Объединенная партия истеблишмента никуда не делась, несмотря на все усилия избирателей. И если сомневаетесь, вот фотография Зеленского, которую он сделал с группой пожилых сенаторов-республиканцев в Киеве еще в мае. Стоят в своих ортопедических туфлях 70-летняя Сьюзан Коллинс, Джо Барасса, Джон Корнин, а также их 80-летний предводитель Митч МакКоннелл. 44-летний Зеленский позирует между ними в облегающей футболке пола, словно штангист, и пытаясь выглядеть свирепым. Они в восхищении. Субтитры создавал DimaTorzok